Спросони. Вебстри, привет. ЛП Фокосо. Моя ставка Мун вообще не заметит бабушку. То есть 2-0 будет четко. Нас ждет прекрасный контроль. Стандартная, правда, стратегия через козла, через алхимика. Возможно, с какими-то минорными, но все равно это будет масс. Дальше контроль, приконтроль, приконтроль. Вовремя аховые свитки лечения. Вся армия жива. И Фокос выходит. Как-то так. Да, Хавкули выбыл, к сожалению. Грик говорит, всем добрый день. На улице жара, в офисе жара. Надеюсь, игроки тоже жару покажут, как вчера. Чуть-чуть опоздал ты на фоге, че. Но есть еще интересные пары. Ну, абсолютно правильно Нед говорит, что Луна нестабильна. И как бы вместе с великолепной, безупречной игрой мы можем увидеть какую-нибудь отдачу героев. Прикапывает Пиона. Только что Оригамич все рассказал по предикшенам. Дэвишмейкер, скорее всего, XCOM не уверен. Я бы миссию рестартнул, но не знаю как. Мэйн не выкопал уже неплохо. Да, хорошего начала. Чуть потише здесь сделаем. Кажется, комментаторы разошлись. Так, слишком тихо. Ну, где Висп, Диспл, алло? А, ты прикапывал Гранта. Это сложно, блин. Этот Грант дорого встанет козлу. Причем опыт, скорее всего, достанется. Ооо, не рассчитал, что прикопка спадет сейчас в фокус. И экспа досталась козлу, потому что рассчитывал фокус на тик. Тика не было. Блэйд нанес удар. Не добил. И добил козел. Красиво. Сейчас начинает, смотрите. Блэйда бесить рукой. Птичкой. Просто, просто бесячий. Ну, как вот с ним играть вообще? Гагелланыч, подскажешь потом, пожалуйста, что он... Что конкретно? Думал, что нейтралы там пионы убьют. Орча контролит. Мурлук уже отожрался. Ну, убивает лайтнинг щилд. Не совсем полезный артефакт, конечно, для орка. Ну, варды, наверное, топ в такой ситуации. Даже иллюзия полезнее. Понял. Гагелл Иванович. Пион очень четко пришел на проверку, когда строится база. Персональный телепорт сюда же влетает. Учитывая то, что у Блэйдмастера, точнее, у Хантрес нет... Ай. У Хантресок нет Сентинелов. Добился бы его. Такие сражения идут просто по мелочи. Четкие. Фокус успевает поправить очки. В перерывах еще между... Настоящие профессионалы. Новый Висп выходит. Все, я слышал Саву. Ру-ру-ру, вот это вот. Не успел добить фокус. Не доконтроливать немножко. Сава справа. И Блэйдмастера можно уже потихонечку терроризировать. Козел почти третий. Офигеть. Прекрасное начало. Пока все идет ровно так, как я предполагал. Алхимик вторым. Попытка поджать Сэху на криппинге. Опять не задиспейлил. Перебил лечение, молодец. Но все еще нет третьего козла у Муна. Это минус. А, и он не будет ловить, он будет крипиться. Уидл Блэйдмастер рядышком. Лайтнинг щилд кастанул. Но тут же сами тролли сняли лайтнинг щилд, который кастанул Блэйд. Но тролля не удалось замочить. Много беготней какой-то странной у Муны сейчас. НТВ танковывает. А сетку уже не кидает. Артефакт, стой, Муну, блин, вообще. Какой ты вообще? Не могу. Вот, казалось бы, да, все четко, а человек не берет артефакт сразу. Вот у тебя есть герой, вот выпадает топовый артефакт, камень жизни достается Блэйдмастеру. И ты его не берешь, подбегает Блэйд и собирает. Ох, ну вот это луна нестабильна как раз. Ну, видимо, было где-то в другом месте. На другой планете, как обычным. Фокус стандартно ставит базу. Ну, камень жизни, это, считайте, целый Блэйд просто, вот целиком. Здоровый Блэйд. С нуля до сотки. Правда, у него там еще, видите, есть серклетка и плюс 150 хп, плюс 200. То есть у него не 600 там стандартно на данном уровне, а 800. Ой, Мун, Мун. Такие ошибки, конечно, у него периодически все равно встречаются. Сейчас бы на халяву отменить орковский эксп. И Мун бежит не на нейтралов, а как раз вокруг. А ты грамотно. Больше чем на половину достроился эксп. То есть можно и отменить, и стпшиться. Ой, хорошо, диспл, диспл. На двух шаманов из трех... На трех шаманов два виспа. Все, отменяет экспант. Отменяет Бору, убивает рабочих. Надо телепортироваться. Чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, чё? Мун, 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 мун. Как так, что? What? Я не понял, а что за отдача Персоналка Ааа, он подумал, что у орка телепорта нет И я могу сейчас просто ворваться, пока он пешкарусом идет Ааа, извините, извините, я не понял Вместе бегут, смотрите Вообще отлично, Арчи, нет Нас вычислили Но пока убивают Арчей, тут убивают шаманов Еще кого-то убивают пионов Цеха, правда, живой Алхимик умрет, не умрет? Конечно, умрет Просто с полной маны, без лечения Мун, что ты делаешь? Что ты делаешь? Минус шаман Господи Мун, 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 мун Не, решение грамотное Потому что орку какое-то время нужно для того, чтобы экспант убить Ты убиваешь его строящий секс вместе с Бороусом Уже как бы хорошие темы Еще идешь контратаку, зная, что пока армии орка долгое время не будет Но алхимик, который сдох просто в Бороусах С полной маной почти, не попытавшись не убежать оттуда, не подлечить себя Это очень странно Пошел Грейт на Т3 Пошел Магас Мун на пинге, говорит, огромным играет До луны 450 Но сейчас без третьего алхимика сложновато будет нормально сражаться Минус мун Вэл С 60 лимита Да и до Т3 не хочется сражаться Потому что за что? За что и зачем? Третий алхимик с миссами Фокус восстанавливает экспант Т3 почти готов Т3 меткость арба То, что Муну нужно Да, за змейки есть экспа Причем в последнем патче увеличили количество экспы в полтора раза За змейки на втором и на третьем уровне Кота поймали Став есть, но козел далеко Но придется заплатить Маной и просветкой На разок светило ее уже Шариками кота шокает В это время на халяву опять отменяется эксп У козла есть телепорт Телепорт сразу сжать надо Ты чего? Алхимик проснулся Не, безусловно, это плюсовое событие Потому что... О! Lightning shield О, это же фокус Да, БСП лично знаком с фокусом Нет, не лично Он лично переводил его Потому что знаком с фокусом Хотя как он мог? Никак он не мог. Алхимик тогда не лечил, потому что был вторым, первым лечением, не видел смысла тратить ману. Согласен, лучше сдохнуть с полной маной. Ты абсолютно прав. Обожаю аналитику. С фокусом, музыка. Блин, ты уже в Канаде, что ли? Юмор. Юмор у тебя уже начинает атрофироваться потихонечку. Ну, хорошо. Блин. Ох, БСП. Готовлюсь. А, еще, еще. Ты загодя. Мун опять забегает ради отмены Экспанды. Медалька хорошая. Там Блойдмастер, косарик ХП. Косарик 100 уже. Но визу одобрили уже, слава богу, полгода ждали, считай. Ясно. Врывает сейчас Мун на базу. Есть у него Арбайс, у него Арчи. Грейды 1-1. Арчи штампуются. Готов сражаться, что ли? Блойд подходит. Ой-ой-ой, начинает резать Арчу. Энтов миллион. Веспов просто. Що-що-що-що. Еще. Прикопка Рык. Диспл, диспл. Там такой диспл в шаманов. У-у-у. Скров за бист. Не от дисплейлили, к сожалению. Здесь тоже скров за бист. Криты под 190. У-у-у. Прикопают Блойдарчи. Бегут. Бегут. Арчам дорогу. Спрятались. Оп. И никого нет. Ночь заканчивается. Просыпается мафия. Точнее, просыпается город. Козел уходит. У него свиток. Он хочет свиток прочитать в Арчах. Арчи кричаток. Заливает алхимик. Козел успевает проскочить. В кучу. Такой контроль. Контроль отличный. Шаманов армия. Но они не могут ничего сделать с Арчами. Я слышал. Опять заливка шикарная. Коты под Рыком. Блэйда прикапывают. Арба работает. Грунтер отлетает просто сразу же. Я тоже с трудом пытаюсь разобраться в новой графике. Не думайте, что я здесь как бы все вижу. Я что вижу, успеваю, то пою. Шаманов, конечно, просто космос. Смотрите, там седьмой вышел. Седьмой. Нужно барак восстанавливать. Магазина нет. Барака нет. Бестиария тоже сейчас уже, считайте, нет. Рыдер только один выходит. Такой, где я? На-ка, прикопка тебе, пес. Улетел за два залпа. Нычку надо муну ставить сейчас параллельно. А не выходить из лимита 54 двумя Арчами. Виспы в бой. Капец там шаманов. Они же Лахинг Чилд накидают на Арчи и все, все сдохнет. Свиток лечения. Диспл-диспл. Блейд под инволом. Семь секунд беспредела. Нарезает. Минус одна Арча. Вторая, третья. Отлично, минус Шадоу Хантер. Ребят, я не буду говорить, что я говорил, что будет 2-0. Как бы, но пока на 50% я прав. Без алтаря вообще тяжело будет. Ну, а Шадоу Хантер уже выкупили в таверне. Он почти пятый, кстати, 4-7. Вот это такая ситуация, Орка. Просто ничего не построить. Уже Боруа оголились. Ой, СХ. Ой-ой-ой, куда? Блейдмастер бьют. Лайтинг щелд на Арчу. Я не понял, где лечение от Алхимика? Он снова решил саботировать всю армию. Гэ-гэ пишет, фокус. Да, хи-хи. И тут другого и не скажешь. Мун не понимает, как будто что происходит. Ну, катнул еще разок фокуса. В который раз уже? Что считаю этого фокуса? 15 лет уже катаю. Оба выходят, говорит Стасёк. А, то есть ты думаешь, что из уважения к старшему он сейчас про это самое? А, нет, это наоборот. Это дорогу молодым. Возможно, фокус поддался специально. Для того, чтобы вышли два корейца. Ищем теорию заговора, раскрываем их тут же. А где вопли Блейдмастер? Ну, он тут вообще ничего не сделал. Его постоянно копали, унижали, он отступал. Он жил только во время инвула. Пожалуй, конфетку с халвы заточу. У вас, говорит, Белгородская область лидирует по вакцинации. Я без понятия. Но мы привились. Первую дозу бахнули. Не было никаких проблем с записью. Особо. То есть там было немного времени на выборы. Но когда мы туда пришли, нас... Ну, посидели минут 20, наверное, только. Там заполнили анкету. Потом зашли. Очень приятные женщины. Видно, что разбирающиеся обо всем рассказала. Предупредила. И все. Потом бахнули, и мы пошли. Мы что-то в той же самой Москве. Я слышал очереди хорошие. Там Риска записывался на полвторого ночи в Москве в какой-то больнице. Сначала попробовал в пункте перевидеться. Там 40 человек в очередь. Потом записался в больницу. Там тоже 40 человек в полвторого ночи. Ну да, конечно, подписали. Гори-потер МВА, как начато? Тебя без этого не перевьют. Спутника перевиделись. Я вчера перевидку сделал, говорит Бонник. А, вторую. В московской области с щельями тяжко тоже. Значит, была температура 39. Самое забавное, что в Канаде спутник не котируется. А ты считал, что там написано? Ну, стандартный отказ от ответственности за последствия, так скажем. Частные фирмы заставляют перевивать сотрудников? Ну да, они вынуждены. Мы совсем недавно с Артемсом по этому поводу разговаривали. Вы же там в приказном порядке, фактически. Если нет, то штраф. Если по определенным количествам сотрудников тебя не привито, то все. Гарри Поттер ему говорит, я вот рисковать не буду. Ты в любом случае рискуешь. Ты рискуешь, когда прививаешься, ты рискуешь, когда не прививаешься. Вопрос в оценках этих рисков. Странная у тебя фраза, что ты рисковать не будешь. В текущей ситуации ты не можешь гарантировать, что ты не заболеешь. И не можешь адекватно оценить последствия своей болезни. И для своего здоровья, и для здоровья тех людей, с которыми ты можешь контактировать. Поэтому риск в любом случае есть. Им. Как бы это логично. Записывай кошек в сотрудники, приви ты же. Да у нас дистанционка все. Тесовых сотрудников тоже заставляешь прививаться? Нет. У нас дистанционка, в этом нет необходимости. Хотя, кажется, и для дистанционного. Ну, хотя у нас что? У нас товарищи попривались. Учитывая то, что у нас там 7-8 сотрудников в штате, мы нужную квоту выполним и все. Мы с Женей там. Ильдар Витя. Витя точно проявился. В МСК дистанционка не повод делать, сказали отстранят. Ну, скорее всего, да. Да-да-да. Кажется, это не аргумент. Нет, Z-билдер не слышал. Проверил, не ловится. Там Александр шивет про ловлю. Ладно, погнали. К игре вторая игра Focus Moon. Изменений в плане стратегии скорее всего не будет, но, правда, прошлая игра была не совсем стандартная. После того, как произошел вот этот самый размен на экспандах, ну, когда Moon в контратаку пошел, не стал защищать свой эксп. Игра уже пошла вот по не совсем стандарту. То есть с одной базы, да, в Т3, да, с арчами все равно, но обычно эльф выигрывает раньше. Z-билдер. Понятно, понятно. Хорошо. Давайте про варка. Действительно, в паузах лучше за это самое забивать, а потом уже переключаться все-таки стараться, потому что тема безграничная. 2-й уровень получает. Опять не удалось добить, но в этом случае, в отличие от прошлого раза, помните, когда Блэйдмастер ошибся сам, у Бороу урон по рабочему значительно меньше, чем у Козла, особенно с прикопкой вместе. То есть там 24-27 пирсинговые, которые штрафуются у Козлика, как бы геройский урон, который 100% наносит. Ну, это очень плохо, то, что сейчас происходит для фокуса. Потому что во время грейда терять трех рабов, это такие последствия будут дикие у него после окончания грейда. То есть улучшения ты не можешь отменить, это еще хуже. Но то, что у тебя вместо там семи рабочих четверо добывают, еще не факт, что эти четверо выживут. Вообще не факт. Там еще мана на одну прикопку есть. Ловит грунцера на эту самую прикопку. Ну, от кота с козлом грунцер вряд ли отбежит. Хотя спиды... Спиды помогают. Красиво. Там тюленчик подблочил... Не, лягуха подблочила. Блайда. Класс. Блин, я на всякий случай предупреждаю товарищей типа Ксяо Джона, что у нас в политику не надо скатываться, пожалуйста. Потому что это всегда... Во-первых, это правило им запрещено. Во-вторых, это всегда приводит к негативным обсуждениям. Ну, и тем более, когда ты фразу начинаешь в стране без движения науки, уже, когда любая ультимативная штука начинается, ты ставишь под сомнение, что говорит человек дальше. То есть давайте не будем туда и лезть. Технически это не политика, но понял. Но если ты еще спорить будешь, то это быстро закончится очень. База ставится у Муна. Вон, видите, Гидроорг сразу поддерживает плюсиками. Сейчас сразу начнется деление по лагерям, по национальностям. Вот, и все. И пойдут споры, ненависть и прочее. Потому что ваши... Не важно. Не надо, короче. Разок нычка была отменена. Мун ее пытается поставить справа. Пропустил момент, какая там динамика была постройки экспанда. Не факт, что он там достроится, потому что Блэйд Блэйд ищет дерево. Блэйдмастер на другом конце карты, ему нужно персоналку делать. Либо принимать решение резать виспов, но какие виспы, если у тебя тут армию режут? Блэйд выбегает. Реально своих двоих? Может, у него КД на стафе? Режет виспов. Но урон, который наносит сейчас Мун, он гораздо больше, чем возможные потери от виспов. И кажется, даже Блэйду не удастся нычку отменить. Он проверил, не увидел снова базу, он не добежал до нее. Я по миникарте комментирую, блин, игру, потому что опс не следит ни хрена за второй частью орковских действий. СП скидывает. Говорит, давайте лучше обсудим, что Мишкир не хочет стримить. Да. Но я не стал стримить, потому что аргументация. Тебе присылает игру, похожую на XCOM. Только в другой вселенной, да, вархаммеровской. Такой, зачем другая игра? Ты бы еще мне там пятый Варкрафт прислал, ну, другой вселенной. Еще одну стратегию. Или другой PUBG с другим соколом. Зачем мне заменители? Каданцева, говорят, лучших. Согласен. Подуэлился сейчас немножко Блэйдмастер. Ну, в результате, посмотрите, у Фокуса, хотя у Фокуса он не сильно просел по лимиту, но в целом у него не знаю, Shadow Hunter не прокачанный тоже, как и Алхимик, но это хуже для Shadow Hunter. Сверка выпадает. Вряд ли тоже пригодится. Где вот виспы на экспанде? Сейчас врывается Блэйд, просто эксп убивает. Ошибки Муны иногда допускает такие же, как у Фоги. Вот просто где виспы, скажите? Вот сейчас он выводит этих виспов. У него 500 леса на руках. База, которую Блэйд побил, и необходимо ее ставить, соответственно, она должна танковать, и у нее, соответственно, со здоровьем проблемы. И он заранее не выводит виспов. Шамана теряет на драконе. У-у-у-у-у! Да, фокус тут теряется тоже. Абсессус говорит, который день не могу привыкнуть к графике, ничего не понятно. Ну, я тоже ничего не понимаю, но это не мешает мне комментить. Почему бы и нет? Делаем вид, что все понятно, происходящее на экране Кто-то который год не понимает Ты за 15 лет уже привык? Да-да-да Все, в этот раз сценарий очень крутой для Муна Главное сейчас не торопиться Что Арчу не добило этим Блэйдом, блин, наверху? Офигеть, Мун там спасает уже второй Арчу от Блэйдмастера Капец, там две Арчи красные убежали А Блэйд как-то быстро стрелял А, у него эти, перчатки есть Телепорт Да грамотно, грамотно Шамана подрезал, одного кота потерял Потерял, убил точнее рейдера, шамана И двух грантов, судя по трупам Офигеть, потерял кота Хотя у Фокуса по-прежнему лимит равный Но это потому, что Мун молодец, у него 800 голды Он ничего не делает Все зарядил Все равно ничего не делает То есть даже два барака у него не справляются с производством Если я ничего не понимаю варкафтах, не мешает мне тебе советовать и анализировать Это никому не мешает вообще Я убедился за долгие-долгие Долгие-долгие часы, дни трансляции Советы — это как бы штука, которая в некой компетенции находится Есть же вот эти вот графики, знаете, где проводились исследования по уверенности человека Относительно его знаний в том или ином предмете И там интересный график Там такая кривая Что Ее сложно объяснить Надо показать Короче Мнение человека о том, что он разбирается в предмете Оно Не сильно зависит от того, сколько он знает Чем меньше он знает, тем больше он думает, что он знает Потом ситуация меняется С течением, с увеличением компетенции И медленно-медленно возрастает потом Это Death Pony даже говорит Эффект Даннинга Крюгера Только графики я здесь не вижу Это мета-когнитивное искажение Которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации Делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения При этом не способны осознать свои ошибки Сынно это прям при меня Приводка к изникновению них завышенных представлений о собственных способностях Да-да-да Нет, там не экспоненты Там график более сложный Сначала он наверху Изначально находится Потом падает вниз довольно быстро А потом медленно поднимается наверх Вот, да, Турин Скорее всего, вот такой вот Так что у нас советчики делятся на два типа Которые реально советы дают Прям такие дельные-дельные Которые в игру много поиграли Разбираются Shadow Hunter умирает И вот Да Господи, какой здесь Сыха вообще на грани ходит Сейчас прикопка минус Сыха Он это понимает, пытается уйти За козлом тоже преследование идет Он так просто его не поймать А вот Сыху здесь легко У фонтана должны зажимать Он делает персоналку Его прикоп... А почему? Зачем он прикопал его до того, как... Что? Зачем он его прикопал до того, как... Тот телепорт сделал Блин Ну там же зажимался Сыха И так спокойно Ладно, неважно Здесь смысл в том, что... Немножко криво свиток был прочитан Но в целом У Муна 60 У фокуса 47 Падает Блэйд Пишем ГГ, выходим 2-0 Да никакой интриги особо в этом матче Потому что все-таки Они друг друга давно знают И статистика не в пользу И Мун сейчас в отличной форме И фокус на самом деле в отличной форме Но когда и Мун в отличной форме И фокус в отличной форме Мун должен выигрывать фокуса График-то стабильного эльфа Под ударом орковская база А телепорт прожимает после экспанда Да, вообще абсолютно После этого фокус должен выходить То есть он типа отбился от эльфа И должен выходить Потому что Мун настолько грамотно сейчас Просто разыграл вот этот Этот момент с телепортом Потому что не у всех эльфов Хватает терпения На принятие подобного рода решений То есть казалось бы, да Убил базу У тебя лимита больше Визуально больше Ты знаешь, что больше Героя лучше Главного героя нет Но ты знаешь, что тебя дома ждет Вторая база Т3 Арба Ты убил орковскую базу Все отлично То есть это вот как раз те решения Которые взвешенные Принимаются грамотно Не просто так Просто так бы он остался сражаться И может быть даже выиграл С хорошей вероятностью Он бы выиграл Но с большей вероятностью Он выиграет На следующем сражении Из-за тех плюсов Которые получат за счет экономики За счет технологий Грамотно Очень грамотно Такие прям Хладнокровные вещи Причем Как вы видите Муна ставил разведку На экспанде Там висп все еще висит То есть он в принципе знает О планах фокуса Есть уже Арба Есть уже Патма Блэйд врывается 50 лимита на 70 Шансов вообще Вот сейчас вообще шансов нет Блэйдмастера прикапывают Перегруппировывается Эльф У него есть свиток лечения Но он не спешит его использовать Став 8 юнитов Гэгэ пишет фокус Очень уверенная игра С такой игрой Тоже вполне до финала Вообще доходишь То есть по сравнению С тем что мы видели С вами в несколько Предыдущих дней Как бы Мун Пуфуууууууууууууу Субтитры сделал DimaTorzok